В эфире телеканала Первые Карагандинские новости. В студии Гульнор Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Трагедия в поселке Атасу. Два мальчика погибли во сне от угарного газа. Их мать и сестра доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Карагандинский областной суд обязал компанию Жизказган Энергосбыт вернуть потребителям около 3 миллиардов тенге. Больше полутора лет услугодатель взымал с жителей Карагандинской области плату за электричество по завышенному тарифу. Учиться в школе вместе со всеми. В Карагандинской средней школе номер 24 успешно реализуется проект инклюзивного образования. В Астане обрушилась конструкция на территории Экспо-2017. Как сообщает директор департамента по связям с общественностью Экспо-2017 Сергей Куянов, со зданиями все нормально, но между павильонами есть декоративная мостовая конструкция. Она действительно лопнула. Здание принадлежит Би-Групп. В компании сообщили, что уже вызвали проектировщика, конструкцию будут восстанавливать. В руководстве выставки также сообщили, что здание еще не принято в эксплуатацию. Все неисправности и дефекты подрядчик должен восстанавливать за свой счет. Первоклассник и семиклассник скончались во сне, надышавшись угарным газом от неисправной печи. Их мать и сестра доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре Бухаржираловского района пояснили, что речь идет о несчастном случае. Поэтому смерть детей квалифицирована как несчастный случай. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Врачи детской больницы рассказали, что сестра погибших школьников находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. С ночи с 13 на 14 ноября к нам поступили очень тяжелые больные. Ребенок 2003 года рождения был доставлен в областную детскую клиническую больницу. В тяжелом состоянии, в коме, сейчас находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачами все делается возможно, вся медицинская помощь оказывается. Также к нам поступила женщина 1983 года рождения, тоже в крайне тяжелом состоянии. Находится в реанимации в областном медицинском центре, тоже на аппарате искусственной вентиляции легких. Все необходимые мероприятия делаются нашими врачами. Также были дети 2010 года рождения и 2004 года рождения. До приезда скорой медицинской помощи они были экзотированы. Отравление угарным газом. С 15 сентября по 9 октября в Казахстане произошло 30 случаев отравления угарным газом. Результаты проведенных анализов показывают, что практически во всех случаях люди погибли из-за собственной неосторожности. Основные причины – забитый дымоход, использование неисправного печного оборудования, прогары и трещины в конструкции печи. Лариса Хусейнова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области снижается уровень преступности. В частности, почти на 5% снижено количество тяжких и особо тяжких преступлений. Меньше стало умышленных убийств. Об этих и других достижениях в работе местной полицейской службы доложил руководитель ведомства Жалгоспай Жакаев. Начальник местной полицейской службы Жалгоспай Жакаев рассказал, что количество грабежей сократилось на 22%. Самое большое снижение зафиксировано по статье «Хулиганство». В этом году преступления данного характера совершались почти вдвое меньше, чем в прошлом. Аварительная дорога в области снизилась на 15,4%. Опять же, снижилось число лиц погибших при ДТП на почти 20% и ранено на 15%. Отмечается тенденция снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетних лиц. Важным рычагом в профилактике рецидивной преступности является установление административного надзора, пояснил Жакаев. Пробационный контроль в отношении бывших осужденных и потенциальных правонарушителей помогает предотвратить преступления. Принимаемые данные я способствовали к тому, что на протяжении последних проблем наблюдается снижение регистраторов. К тому же, достигнутые снижения регистрации, сниженная регистрация уголовного правонарушения, связанная с состоянием оборудования на 12,8%. Стоит отметить, что благодаря поддержке Акимата области в текущем году произведен ремонт административного здания МПС ДВД. Получены 23 единицы автотранспортных средств. Приобретены 75 многофункциональных устройств, видео и аудиофиксации. Далее, по необходимости совместно с Акиматами проводить выездные совещания, заслушивание начальников местных полицей и служб территориальных отделов. Активизируют работу по практике правонарушения преступлений среди несовершеннолетних. Для дальнейшего снижения уличной преступности будет реализован комплекс дополнительных мер. В ближайшие годы местная полицейская служба получит 1 миллиард 700 миллионов тенге. Правда, на что они будут потрачены, пока неизвестно. Аем Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Суд обязал ТО «Жесказган Энергосбыт» вернуть незаконно полученный доход. Сегодня, 16 ноября, Карагандинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу энергоподающей компании и вынес решение в пользу антимонопольного комитета. Теперь «Жесказган Энергосбыт» обязан вернуть потребителям порядка 3 миллиардов тенге. Судебные тяжбы между «Жесказган Энергосбыт» и антимонопольным департаментом длились больше года. Известно, что компания взымала со своих клиентов по 21 тенге за 1 киловатт. Данный тариф не был утвержден антимонопольным ведомством. «Жесказган Энергосбыт» не отрицает того, что получил необоснованный доход и не отрицает, что выставлял цену, которая не была установлена по ночным областям». 1 сентября экономический суд уже вынес решение в пользу потребителей и дарема. Однако услугодатель выразил несогласие с постановлением суда. Представитель энергоподающей организации мотивировал незаконное повышение тарифа высокой закупочной стоимостью. «Жесказган Энергосбыт» снабжает электричеством жителей большинства городов и районов области. Департамент требовал признать действия монополиста по применению завышенного тарифа незаконными и обязать его вернуть потребителям полученный доход. «Опять же, это говорит о том, что «Жесказган Энергосбыт» понимает то, что он нарушает законодательство, и он обязан выполнять решение суда. И обязан возвращать потребителям те средства, которые он переполучил за весь этот период. Таким образом, ваше честь, считаю, что решение вынесено законно, обосновано, оснований для пересмотра, отмены решения суда не имеется». Галы Бахтебаев представляет интересы Жанна Аркинского района. В суд мужчина пришел, чтобы отстоять интересы таких же потребителей, как он сам. По словам Галы, после того, как им вернут деньги, жители Жанна Аркинского района намерены отдать их на ремонт электросетей и трансформаторных подстанций. Апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Теперь монополисту придется вернуть клиентам около трех миллиардов тенге. «Руководствуясь под пунктом 1 ст. 424 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан, остановила решение специализированного межрайонного экономического суда Крагодинской области от 1 сентября 2016 года оставить без изменений апелляционную жалобу ТОЖ с Казганом Эргазбы без удовлетворения». Решение суда еще не вступило в законную силу. У компании есть право подать касационную жалобу в Верховный суд. А.М. Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Дети с ограниченными возможностями будут учиться в одном классе с теми, кто не имеет проблем со здоровьем. Инклюзивное образование совсем скоро прочно войдет в школьную жизнь. Учителя считают, что это дает детям-инвалидам право на общение. Пятый год программа инклюзивного образования реализуется в 27-й школе. А теперь труется с этой стороны. Ровненько становись. Один, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть. Это обычный урок в средней школе номер 27. Необычный ученик. Сегодня таких школьников принято называть детьми с особыми образовательными потребностями. Самое главное – это то, что учатся они теперь не в закрытых интернатах, как раньше, а в обычных общеобразовательных школах – вместе со всеми. Это называется инклюзивным образованием. В учебном заведении реализована программа «Адаптивная школа. Школа для всех». В рамках этой программы реализовано два крупных проекта – инклюзивное образование в массовой школе и ресурсный центр областного масштаба. Руководитель школы с уверенностью говорит об успехе, в первую очередь об успехе детей. Дети, которые у нас в школе обучаются, они овладевают госстандартом. Программы ЗПР мы адаптировали под общеобразовательные программы, под госстандарт, которые требуется выполнять. Поэтому дети успешно занимаются. И за вот эти четыре года, вот пятый год мы уже работаем в режиме эксперимента, мы видим положительную динамику, мы видим рост, развитие детей. И эти дети успешно овладевают, берут программы. Сегодня здесь работает пять специальных классов, 24 инклюзивных класса. Всего в школе обучается 108 детей с особыми образовательными потребностями. Такие дети есть и среди дошколят в местном мини-центре. Поэтому учителя говорят о преемственности в обучении. В пяти школах города Караганды функционируют специальные классы. И в трех школах города, это в данной школе, школе номер 27, в 25 школе Октябрьского района и в 54 школе Октябрьского района, функционируют инклюзивные классы, где наряду с нормально развивающимися детьми обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Педагоги рассказывают, что на каждого ребенка, обучающегося в инклюзивном классе, составлена своя индивидуальная динамика развития. Опыт экспериментальных школ, таких как эта 27-я школа, является чрезвычайно полезным и показательным. В 2017 году приступят к разработке специальных учебников и повышению квалификации педагогов. В 2018 намерены по государственной программе «Занятость-2020» оборудовать школы, чтобы необычным детям было легче передвигаться. И в 2020 году начнут прием необычных детей во все общеобразовательные и дошкольные учреждения. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде прошел второй слет журналистов и блогеров. Принять участие решили и студенты-журналисты. Будущим специалистам рассказали особенности профессии, подробно остановившись на правах и обязанностях журналиста. Лариса Хусаинова с подробностями. Алексей Луговской – студент четвертого курса Карагандинского государственного университета имени Букетова. Молодой человек решил связать свою жизнь с журналистикой еще в школе. В восьмом классе Алексей попал на слет журналистов, где узнал особенности этой профессии. Студент публиковался в нескольких печатных изданиях. Пока опыт работы небольшой, но у Алексея большие планы. Он намерен открыть свое издание, в котором программы информационно-развлекательного формата будут на первом месте. Также студент рассказал, о чем он узнал на данном слете журналистов. Рассказали, что многие журналисты работают в других городах, что некоторые из них выезжают в Москву и работают почему-то не в Караганде, а в других городах. То есть я понял, что карьеру начинать хорошо в Караганде, а продолжать где-нибудь в других городах. Хорошая площадка в Караганде. В Караганде проводят уже второй слет журналистов. В первый раз присутствовали несколько представителей СМИ. Сегодня познакомиться с будущими коллегами пригласили и студентов в кафедры журналистики. Также для развития инициативной молодежи в сфере журналистики были приглашены блогеры, лидеры средств массовой информации учебных заведений города и представители гражданского сектора, активно освещающие молодежную политику Караганды. Если журналист это профессия, профессионализм, а блогер, блогером может стать каждый человек. И они должны знать рамку именно, что они, во-первых, несут ответственность перед своими читателями. Если журналист опирается на нормативные законы, акты, а блогеру это не касается. Поэтому сегодня мы собрали именно молодых блогеров и журналистов в данном мероприятии. И сегодня мы побеседуем еще на второй секции о блогерстве, блогосфере в целом, которая проводится в городе Караганде. Целью данной встречи является поддержка талантливых молодых журналистов и блогеров и обсуждение актуальных вопросов информационной работы. Более опытные коллеги рассказали молодым журналистам о важности качественного обещания информации, общей ответственности и объективности освещения актуальных тем. На секционных площадках с помощью специалистов обсудили вопросы повышения эффективности обмена информацией между журналистами, блогерами и молодежными изданиями. Лариса Хусейнова, Жексыл Кнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. 16 ноября утром в Октябрьском районе Караганды произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел. По сообщению полиции, 38-летний водитель автомашины «Опель Вектора», следуя в направлении 7-й магистрали, выехал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, водитель совершил лобовое столкновение, состоящий на обочине грузовой автомашины. В результате происшествия водитель автомашины «Опель Вектора» от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы. По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в Октябрьском районе города Караганды, начато досудебное расследование по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 16 ноября, 38-летний житель Бухаржавовского района, водитель автомашины «Опель Вектора», по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с настоящим автомашином «Вольво» под управлением 42-летнего жителя Жамбылской области. По результатам дорожно-транспортного происшествия, водитель автомашины «Опель Вектора» от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент по данному факту проводится расследование. «Засветись» – именно так назвали молодежную акцию в областном департаменте внутренних дел. Десятки студентов вышли на улицы Караганды в светоотражающих жилетах. Флэш-моб посвящен Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечался 15 ноября. В Караганде на проспекте Бухаржирау возле стелы независимости полицейские устроили акцию «Засветись». Организаторы заявили, что мероприятие посвящено Неделе безопасности дорожного движения. 15 ноября ежегодно отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Цель акции – пропаганда световозвращающих элементов, так называемых фликеров, для повышения безопасности пешеходов. Участие в акции приняли студенты вузов, активисты молодежных организаций. Молодежь в жилетах с фликерами образовала световую волну с помощью жезлов. Затем участники танцевали на проспекте, привлекая внимание водителей и пешеходов. В вечернее время на темном переходе, если одежда не имеет световозвращающих элементов, можно использовать фонарик на сотовом телефоне, рекомендуют полицейские. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Встреча с творческой молодежью в шахтерской столице прошла в стенах областной библиотеки имени Гоголя. Мероприятие, приуроченное к 25-летию независимости республики. Молодые мастера искусств обсудили вопрос, сбываются ли мечты у ровесников независимости. Пульс времени молодежь в искусстве Казахстана. Именно так назвали организаторы специальный творческий вечер. На мероприятие пригласили молодых людей, которые знают толк в искусстве. Вечер встречи прошел в непринужденной обстановке. Каждый высказал свое мнение и задал вопросы. Это не отчет перед праздником, это попытка автопортрета. И сегодня в нашей зале зажжется не одно сердце и сподвинет людей, молодых людей на исполнение желаний, на творческий поиск, я так думаю. На встречу пригласили не только творческую молодежь города, но и мастеровитых актеров театров, художников, а также известных деятелей культуры. Профессионалы демонстрировали отрывки известных театральных постановок. Музыканты впечатляли игрой на различных национальных инструментах. Ельдана Бауржанова, несмотря на свой юный возраст, добилась немалых успехов в музыке. Играет девочка на кобызе, мечтает стать известной. Я сейчас буду играть на кобызе, я буду играть ирки с луками, ирогла. Я очень люблю кобыз, потому что оно уже мое дальнейшее будущее. Я уже посвятила свою жизнь кобыз, я всегда буду играть на кобызе. Все пришедшие остались довольны. Подобные встречи дальше будут проводиться в стенах библиотеки. А посетить их может любой желающий. Асель Сазамбаев, Иснамбекус Пан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова